Ребята, всем привет! Меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И вы самое главное не переживайте, я не сошел с ума и я ничего не перепутал. Дело в том, что на сегодняшний день наша деревня жителей немножко, так скажем, поменяла свое местоположение. И именно по этой причине сегодня я буду выглядеть очень и очень странно. На мне вот такая вот дурацкая шахтерская кепка, у меня в инвентаре есть кирка, лопата и, естественно, железный топор. И весь сегодняшний ролик мы вместе с вами проведем вот в этом небольшом ущелье. Но опять же, ребята, вы самое главное не переживайте, ничего плохого не произошло. В течение следующих нескольких минут я расскажу вам абсолютно все подробности, и я уверен, что вы за нас даже порадуетесь. Перед просмотром этого ролика обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну и, естественно, устраивайтесь поудобней. Сегодня будет действительно очень и очень интересно. Я потихонечку начинаю спускаться в это гигантское ущелье. Здесь, как вы видите, я, естественно, не один. Здесь абсолютно все жители моей деревни. Привет, Пиксель, привет, подписчики! Да-да-да, Носатый, привет-привет, и, как вы видите, нас здесь огромное-огромное количество. И все мы, ребята, занимаемся довольно-таки примитивным и одновременно с этим простым делом. Как бы это странно сейчас не звучало, но в этом ущелье и в этой действительно шахте мы просто добываем ресурсы. Вообще-то, Пиксель, непросто, а, между прочим, очень качественно и очень аккуратно. Да-да-да, жители, я все это прекрасно понимаю. Это важно, Пиксель, это очень важно! Да я понял, понял, все, Носатый, не нужно тут на меня сейчас с кулаками набрасываться. Да, ребята, Носатый все правильно уточнили. В этой ресурсе мы очень качественно и очень аккуратно добываем ресурсы. Для того, чтобы не таить интригу, ребята, я потихонечку начну выполнять свою норму и параллельно с этим рассказывать, что же здесь, собственно, происходит. Дело в том, что нашу деревню выбрали для очень важного какого-то президентского проекта. Наша задача полностью добыть все ресурсы в этой шахте. И чтобы вы понимали, ребята, это очень и очень оплачиваемая работа. Каждый из жителей получит приблизительно полтора стака изумрудов. И, естественно, вся эта шахта, ребята, гигантская. И добыча ресурсов займет, как мне кажется, не один день. И именно по этой причине мы решили сюда на время переехать. Мы построили вот такие вот замечательные домики, которые, кстати, ну, сверху выглядят как обычные деревенские дома. В них нет ничего необычного. И сейчас я вам это, в принципе, продемонстрирую. Проведу, так скажем, небольшую экскурсию, а после чего мы вместе с вами начнем добывать ресурсы. Ну, точнее, ребята, продолжим. Еще не везде мы провели лесенки, ребята, потому что буквально несколько минут назад мы сюда заехали. Но, как вы понимаете, многие носатые уже начали работать, потому что все хотят заработать огромное количество денег. Как вы видите, в этих домах вообще ничего не поменялось. Все так же здесь установлена одна кровать, один сундучок и вот такая вот замечательная печечка. Естественно, в нашей деревне есть колодец. Ну, потому что это все-таки деревня жителей. А деревня жителей без колодца это не деревня. Ну, и, естественно, у нас также здесь есть вот такой вот замечательный дом мэра. И как бы это странно сейчас не звучало, но в этом доме работает мэр. Это действительно правда. Он сейчас отошел, ребята, куда-то то ли кирки из машины вытаскивает, то ли, господи, боже мой, занимается какой-то другой ерундой. Это сейчас не очень важно. Самое главное, что я вам сейчас должен провести экскурсию. Кстати, параллельно с этим я выполняю какие-то достижения и крафчу палки, ребята. Потому что нужно действительно сделать какой-то адекватный подъем и заранее все это дело продумать. Потому что если кому-то неожиданно понадобится попасть к мэру, то у него это, если честно, вряд ли получится. Ну и заодно продемонстрирую вам, что там тоже ничегошеньки не поменялось. Я тут себе, если честно, какой-то паркур устроил, но, как говорится, ничего страшного. Поднимаемся во владение мэра и, как вы видите, все действительно обычно. Ровно так же, как в нашей деревне. Подвал, полностью пустой дом и больше не-че-го. Потому что самое основное в этой деревне находится, ребята, на довольно-таки большой глубине. Я, конечно, еще рад с вами пообщаться, ребята, но, как я и говорил ранее, мне необходимо выполнить свою норму. Потому что, если я этого не сделаю, я просто подставлю остальную часть деревни. Это ты правильно сказал, Пиксель. Если хотя бы один из нас не добудет максимальное количество ресурсов, всю деревню очень сильно оштрафуют. А у меня на эти изумрудные огромные планы. Я уже себе плазму новую в деревню заказал. Да все, все, носатый, не переживайте вы. Я прямо сейчас все сделаю. И сделаю даже побольше вашего. Ёшкин кот, какие здесь все нервные. Сами, блин, самое главное, ребята, посмотрите на них. Ходят тут, болтают, осматриваются. Вон, между собой разговаривают. Никто ничего не добывает. Но на меня, как говорится, батон продолжают крошить. Ну, честное слово, ненормальные какие-то. Но, опять же, ребята, я свою норму выполню. А что они там будут делать дальше, это меня уже, если честно, не волнует. Господи, тут еще какое-то огромное количество интересных блоков. Что это такое? Подождите, ё-моё, но как-то добывается странно. Это мрамор самый настоящий, ё-моё. Можно мраморные столы в нашей деревне сделать. Но я, пожалуй, от этого оботериала все-таки откажусь. А то мало ли, ребята, мало ли нас тоже еще за это оштрафуют. Потому что наша задача добывать самые типичные Майнкрафт ресурсы. Это железо. Это, ну, естественно, уголь. Ну, там, золото, редстоун, лазуриты, алмазы. Ну, и, естественно, изумруды. Это наша точка, Пиксель, чё ты сюда приперся? Да какая это ваша точка? Вы чё, издеваетесь? Вы тут просто стоите, лясы точите. Вообще-то не точим лясы. Обсуждаем, как это лучше добывать. Всё правильно, Пиксель. Пошёл вон отсюда. Вы какие-то ненормальные ребята. Нам всё равно всем заплатят одинаково. Вы, вы реально сумасшедшие. Посмотрите, налетели на меня, как коршуны. Ладно. Ладно, я в другую часть ущелья уйду. Мне, в принципе, не принципиально. Я надеюсь, что в этой части никто меня трогать не будет. И никто меня обижать тоже не станет. Ё-моё. Какие-то непонятные. То добывай ресурсы, то не добывай. То ты делаешь что-то неправильно. Какой-то непонятный контроль тут организовали. Я боюсь представить, что будет, если в нашу деревню прямо сейчас вернётся мэр. И, естественно, я говорю про вот эту деревню. Подземную шахтёрскую деревню жителей номер 13. Такого, если честно, я ещё не видел. И тут, кстати, ещё какая-то необычная руда. И мне вот интересно. Вот эту ерунду тоже добывать нужно? Она чё-то... Она чё-то не выпадает. Из неё просто сыпется опыт. И, в принципе, всё. Никаких самородков, никакой руды из неё реально не выпало. Очень странно. Очень странная шахта. Здесь огромное количество материалов, которых я, ну, пожалуй, ни разу в жизни, в принципе, не встречал в Майнкрафте. Тут ещё огромное количество месторождения угля, но, как мне кажется, мне нужно пробиваться приблизительно вот в ту часть деревушки. Потому что я уверен, там ресурсов огромное количество. Ну и, как вы понимаете, никого из жителей в данную секунду там просто-напросто нету. И, как вы понимаете, это означает только одно. Я, наконец-таки, смогу добывать ресурсы, и никто не будет мне мешать. Житель, ты... Ты чё на меня так вылупился? Блин, мне очень страшно, если честно стало. Я повернул тут камеру и увидел вот эту страшную морду. Это ты чё, за моими ресурсами тут пошёл? Ты чё, обалдел, что ли? Все давно знают. Это моя часть ущелья. Если ты тоже хочешь добывать там ресурсы, то ты должен со мной договориться. Да, Пиксель, это и моя часть ущелья тоже. Дайте мне туда пройти. Ребят, я чё-то понять не могу. Вас какая-то муха покусала. Я вообще ничего не понимаю. Честное слово, происходит какая-то бредятина. В какую бы часть деревни я не пришёл, меня везде прогоняют. Я пришёл вон туда, в самый конец. Меня там прогнали. Я пришёл посередине, меня тоже прогнали. Я начал укапываться вообще в какую-то непонятную область этого ущелья. И здесь меня тоже, видите ли, прогоняют. А я, а я извиняю, жители, а где мне вообще ресурсы добывать? Может мне уйти вообще отсюда? Если хочешь, Пиксель, уходи. За тебя кто-нибудь другой норму выполнит. Надоел уже. Всю славу хочешь себе забрать. Да какая нафиг слава? Мне это вообще ничего не нужно. Была бы моя воля, я прямо сейчас бы залез в какой-нибудь домик и просто сидел на кроватке. Ё-моё, сюда реально все толпой приходят. Если хочешь, можешь так и сделать. Отдавай сюда свою кирку, снимай свою шапку и иди куда подальше отсюда. Сами всё сделаем. Нет, ребят, ну вы это слышали? Я вообще ничего не понимаю. Ладно. Вы мне, вы мне буквально пару минут назад сказали, что если я не сделаю норму, то всю деревню оштрафуют. А сейчас вы мне говорите, чтобы я вообще ничего не добывал. Окей, в принципе, без проблем. Мне даже будет действительно лучше. Как я и говорил, ребята, я прямо сейчас выберусь из этой деревни, заползу в какой-нибудь домик, сяду на кроватку, буду сидеть, кушать яблоки, читать ваши комментарии на ютюбе и на этом всё закончится. Вообще уже с ума посходили, честное слово. Либо я не знаю каких-то интересных условий и бонусов за добытые ресурсы, либо жители моей деревни действительно сошли с ума. Вот это я действительно называю шахтёрское братство, ребята. Построили шахтёрскую деревню и друг другу мешают работать. Ладно, я реально в этом участие больше принимать не буду. Я своё решение уже принял. Пойду просто прогуливаться по полянкам, общаться с коровками, со свинками и реально сидеть на кровати. Ролик я заканчиваю на супер непонятной ноте, ребята. Если у вас есть какие-то догадки, почему носатые меня прогоняют, обязательно пишите это в комментариях. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну и естественно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы самым первым получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до завтра, ребята, и пока-пока.